Установка вкладыша для модели F20PS6143PNX5 Очень важно не повредить балл вкладыш при установке, поэтому необходимо проинспектировать контейнер на предмет острых граней, торчащих гвоздея или шурупов, поврежденного пола, трещин, чрезмерного количества ржавчины и других потенциально опасных элементов. Сначала подметите пол контейнера, чтобы удалить любой мусор. Заклейте ленты, трещины и острые грани. Наложите заплатки из картона на особо поврежденные места. Удалите или забейте торчащие гвозди и шурупы. Закрепите заплатки из картона при помощи степлера. Намажьте острые края на стенках контейнера бры со стокнущим силиконом. Теперь зафиксируйте поддерживающие болты вертикальных каналов вдоль двери контейнера. Поддерживающие болты будут гарантировать позицию верхней части крыльбы на высоте 171 см, в высоте специально определенной для этой модели. Теперь возьмите балк вкладыш и раскройте его на полу контейнера. Избегайте волочения, чтобы не повредить балк вкладыш. Чтобы закрепить балк вкладыш к полу контейнера, используйте встроенный ремень и прибежите его с обеих концов к самым нижним углам, угловым перекладом. Вначале закрепите ремень с одной стороны. Затем прошейте скобками ремень в полу контейнера по всей длине. Скобки не необходимы, но дают дополнительную прочность. Теперь начните закреплять верхнюю часть балк вкладыша. Возьмите нижний крючок-карабин на вертикальном шве и закрепите его на самой высокой угловой перекладине. Затем возьмите крючок-карабин, который находится выше, и прикрепите к верхнему ближайшему углу кольцу. Повторите операцию в другом углу контейнера. Теперь закрепите верхние крючки-карабины к верхнему и среднему концу контейнера на каждой стороне. В нижней части лицевой стороны балк вкладыша с каждой стороны находятся два длинных черных ремня. Они должны быть закреплены, как показано на видео. Однако не затягивайте их окончательно. Теперь вставьте одну стальную трубу в верхней руках лицевой части балк вкладыша. Опустите ее на балты, установленные на высоте 171 см. Закрепите узлом два подтягивающих ремня с кольцами на каждом конце этой стальной трубы, как показано на видео. Теперь вы можете закончить подвешивание балк вкладыша, пристегнув верхние угловые карабины к верхним углам, угловым контейнерным кольцам. Теперь прибавьте подвешивающие ремни к верхней стальной трубе. На одном ремне есть кольца, на другом – липучки. Закрепляйте ремни за более длинный свободный конец. Теперь вставьте остальные стальные трубы. Проверьте еще раз, что верхняя стальная труба направлена в высоте. Закрепите подтягивающий ремень узлом. Левая сторона трубы вставляется в сшитое кольцо, правая – в кольцо из липучки. Наконец, вы можете завязать свободные концы напольных ремней с нижним перекладином вертикальных фазов. Ремни не должны быть натянуты или болтаться свободными. Последним шагом вытяните пол полка дыша. После этого потяните до веревки, чтобы снять предохраняющую часть двухсторонней и липкой пленки. Установка балл-складышей закончена. Некоторые примеры правильно установленных и загруженных балл-складышей. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok